здравствуйте мои хорошие мои дорогие я готовлю оливье из того что у меня остатки в холодильнике вот мясо вареное здесь огурчики у меня есть соленые еще майонез остаток остался перед тем как закупки делать на новый год на рождество я хочу очистить холодильник и вот как раз все остатки использую буду готовить оливье маленький кусочек мяса был а смотрите сколько получилось дорогие мои пришлось мне к вам показаться на глаза в общем сейчас у нас пол первого дня вы представляете во сколько я проснулась я проснулась 9 часов утра но я лежала до пола 11 в кровати что я делала что я делала а догадайтесь в трех раз конечно я сидела в тик токе я листала ютубе я ставила свои шорты с музыкой в общем лежала в кроватке и вот не могла встать потом такая раз смотрю на часы пола 11 думаю ничего что я тут валяюсь вообще соскочила думаю надо же что-то делать надо хотя бы кофе попить и вот до сих пор я еще только ничего кофе не пила водички попила и вот хожу занимаюсь сама не знаю чем занимаюсь вот я искупалась голову помыла сегодня воскресенье но все равно я иду на работу сегодня вечером и и буду работать и понедельник и вторник среда четверг еще буду работать целую неделю а до среду у нас будет юльбурт рождественский стол и я пойду туда в общем меня от работы освободят наверное потому что я работаю вечерами а юльбурт будет у нас вечером и надеюсь что мне мне посчастливится заснять там что-нибудь я хочу вам просто показать наш наш стол как они там нас встречать будут посмотрим чем они нас угощали будут в общем вот а сейчас я хочу продолжить делать свой салатик давайте продолжим посмотрим что у меня получится и попробуем режу сейчас картошку миленько нарежу не знаю я сейчас уже кушать не хочу я утром ну как я говорю искупалась потом себе яичницу пожарила покушала солеными огурчиками но все равно сделаю все равно я ночью прихожу голодная так вот покушаю вот это вот мою оливье на экран на экран надо стукнуть потому что она у меня потухает и черный становится я не знаю что с ним делать почему он снимает продолжает снимать но он почему-то черненький в общем эти шорты понаставила музыкальные вы пожалуйста пожалуйста смотрите мои шорты ладно ну и лайкайте их и пишите какие-нибудь комментарии спасибо большое моей евгении какая вы вы просто золото вы не человек я не знаю вы просто бриллиант диамант и и жемчуг и вы бы сапфиры янтарь вы все для меня вот такого как вы вот зрителя хочется да у меня много зрителей конечно я знаю вы меня любите тоже смотрите с разных стран но вы какие-то такие стеснительные даже не хотите или ленивый не хотите даже поставить лайк или написать что ты ну хотя бы хотя бы пальчиком с вами шевельните для меня мне так тяжело вы знаете вот хочется набираться просмотры и ну шорты они набирают набирают аудиторию шорты а вот такие видео которые я вот ставлю смотрите только вы мои хорошие только те мои которые преданные которым я интересно и я вас очень прошу я вас очень люблю вы тоже меня пожалуйста кликните там ну просто кликните мне так приятно будет и вы знаете знаете блогерам быть вообще нелегко очень даже нелегко постоянно ходить с камерой себя снимать с одной стороны ты становишься зависим от этого ты уже как будто не можешь вот чтобы себя не снимать да вот ходишь как сумасшедший вот например я пошла вот в город я ходила с камерой хотя я могла ходить и радоваться жизни и не без камеры без ничего но я хотела вам тоже показать но просмотров не очень конечно много вот то что я на кухне снимаю давай завтра кстати лили вот это лучше идет еда какая-нибудь а прогулки над не очень но все равно я не буду снимать все свои прогулки то что я хожу потому что это нужно будет мне самой вы знаете через я смотрю свои видео через один месяц через три месяца через какое-то время да это вообще это такой шикардос мне самой как я изменилась какая я стала какая я была для самой себя интересно вот вы тоже это делаете знаете вот хотя бы попробуйте возьмите камеру и снимите себя вот снимите как вы разговариваете вот например как я сейчас стою перед камерой разговариваю вы тоже так попробуйте сделайте и посмотрите вот какой то интересно это все и оставьте сохраните и потом посмотрите через несколько месяцев и вы увидите какие-то изменения Потому что в нашем возрасте изменения происходят очень быстро. Представляете, стареешь, вот, я не знаю, когда вот молодая была, думала, ой, когда мне будет 36 лет, я такая старуха буду, а сейчас мне уже 57. И вы знаете, стареть не хочется. Но все равно старческие изменения замечаешь, замечаешь, особенно по камере, когда ты была несколько месяцев назад, у нас уже счет идет на месяцы. Мы за месяцы, за какие-то дни, за недели уже идем, стареем и стареем. Поэтому хочется себя запечатлеть и хочется для своих родственников оставить. И, ну, просто самой интересно будет смотреть. Вот, так что я вам тоже советую, сделайте это, просто посмотрите, как у вас получится, и вам самим интересно будет. Вот, дальше продолжаю резать. Картошку вот я уже нарезала, пока с вами болтала, теперь огурчики буду резать. У меня есть одна женщина, моя клиентка, подопечная моя, ей, ну, где-то 80 лет с чем-то, под 90 уже. Ну, она такая шустрая, да, но она постоянно ноет, ноет, вот у меня там болит. Ну, видно, что она уже привыкла с молодости вот так ныть, потому что она никогда не работает. Я у нее, Диана, спросила, я, я же тоже так, как сказать, я уже как психолог стал, я стала понимать людей. Вот даже по одному слову я понимаю, а я ей говорю, ты кем работала, вообще ты работала в своей жизни? Я у нее спросила, потому что она чересчур подозрительно много жалуется. Обычно жалуются те люди в Швеции, которые не хотят работать, и они привыкли, они думают, что, ну, в общем, обман, не то что обманывать, а вот то, что они постоянно ноют, ноют, и им дадут больничный, или им дадут, ну, такой безвременный какой-то больничный, например, пенсию досрочную. Я так, она мне и говорит, я, говорит, получила досрочную пенсию, когда ей было 30 чем-то лет. Вот, видите, она ныла, и она до сих пор, ей уже 80 чем-то лет, она очень хорошо выглядит, у нее стрижка такая модная, вообще она такая, и бегает очень шустро, знаете, очень шустро бегает. И она постоянно жалуется, и она мне говорит, вот, говорит, после 75 лет начинаешь чувствовать свой возраст. До 75 лет, говорит, еще год нормально, а после 70, понимаете, вот, чем больше живешь, тем больше кажется, что ты, это, не использовал свое время и не ценил, что ты был молодой. Человек все равно в душе молодой. Вот такая у меня есть одна тетенька. Я ей говорю, да уже не жалуйся ты уже, говорю, что жаловать-то зря, звонить в больницу, что они все равно ничего не сделают. А это у нее уже, знаете, привычка такая пошла, в привычку, что надо жаловаться, чтобы ей, ну, в 35 лет я вышла на пенсию и сидела, отдыхаю, уже назад не заберут, они уже, наверное. Так, вот, я нарезала, смотрите, огурчики, но их надо отжать. Отожму, чтобы не было сока, а то у меня водянистая будет. Сейчас я их вот так отжимаю. У-у-у, много сока выходит. Так, ручки у меня чистые, я сама буду кушать. Единственное, я иногда на камеру пальчиком тыкаю. В общем, такие вот дела. Поговорили, да, старость, старость идет, у-у-у, боимся, да? Ничего не будем бояться мы с вами. Придет, придет, как придет, так и придет. Просто надо самому себя в душе чувствовать хорошо. Вот так вот бегать, ходить. И самое главное, это кондиция. Какая у человека кондиция? Я же вам говорю, когда я еще помоложе была, я тоже такая была, без движения была, чересчур полная. Не двигалась, на диване сидела. Ну, и работа у меня такая была, знаете, не больно-то побегаешь. А сейчас у меня работа под старостью лет. Ну, и работенку я себе нашла. Посмотрим, сколько я выдержу еще вот так носиться, как сумасшедший. Ну, буду, пока могу, буду. Так, давайте, все, я вот, смотрите, уже вот сюда все выдавила. Теперь сюда надо майонез. Вот такую баночку огурцов, когда покупаешь, большую, она дешевая, но, правда, они сладкие. Эти огурцы шведские, они очень сладкие. Сладкие, сладкие. Ой, аж притерно-сладкие. Ух, и сахар. Ну, мы уже привыкли к таким огурцам. Беру вот это. Опять у меня черный экран. Я говорю, в никуда. Так, еще соль возьму чуть-чуть. Соль и черный экран. Я не вижу, куда я говорю. Что я делаю? Как там меня видно? Кто знает, подскажите мне, что почему он у меня чернеет? Или надо подольше поставить длительность? Длительность. Вот я не знаю, чтобы свет горел. Так, майонез весь возьму. Я же говорю, я холодильник очищаю. Поэтому. Зачем мы покупаем продукты, да, если мы потом очищаем холодильник? Я не знаю. Так. Перемешиваем все. Это будет у меня ужин мой, когда я сработаю. Голодно. Я приду. Хлеб, помните, который я пекла, говорила, что я на Рождество у меня хлеб будет. Это видео делала, замораживала. Все, ничего не осталось. Я так ем хлеба много, что ли, не знаю. В общем, у меня сейчас покажу какой салат. Вот такой салат получился у меня. Тут больше картошки. В общем, картошка, мясо и соленый огурец. И майонез. Сейчас я его хорошо перемешаю. Что-то он у меня суховатый какой-то получился. Мне надо закупку делать большую. У меня уже все закончилось. И масло, и сливочное, и растительное. Все закончилось. Надо большую-большую закупку делать. Не знаю, в каком магазине. В Лидере или в Ике Макси. В общем, кое-какие продукты выгодно покупать в Лидере. Кое-какие в Ике. Так, давайте пробуем. Пробую, пробую. Ну-ка. Соли мало. Соли мало, но оно сейчас пропитается все. Так вкусно. Ну что, мясо с картошкой. И огурчик солененький. И майонез. Ну, хорошо, что майонеза мало, между прочим. Не так уж, как сказать, приторно. Вот и все. Готов мой салат. Сейчас попробую еще раз. Ну-ка. Вкусный, вкусный, вкусный. Вкусненький. Я его даже уже остановиться не могу. А просто я майонез плохо размешала, одной рукой. Вкуснота из ничего, да? Ну что это? Ничего не было. А-а-а! Вы знаете, что сюда еще хорошо будет? Лук. Лук вот нарезать, да? Кипятком залить такой, чтобы из него ушла горечь. Отжать. Во будет. Но мне некогда этим заниматься. Стучу по экрану, опять ничего не вижу. Слушайте, я не могу остановиться. Мне так понравилось, так вкусно. Видите, у меня тут сколько посуды. Надо все помыть, перемыть. Порядок навести. Ладно, пойду дальше работать. Видео снимать для вас. Ну вот, дальше пойду вас радовать, снимать видео. И себя радовать, когда я монтирую видео, когда я собираю его. Я тоже сижу, радуюсь, я такая занята чем-то. И, в общем, чувствую себя в творчестве в каком-то. В общем, если вам не сложно, когда вы смотрите мои видео, лайкните, пожалуйста, на шорты. Я музыку подбираю, знаете, как очень долго сижу. Иногда по 3-4 часа занимает, чтобы найти хорошую музыку для вот такого маленького 15-секундного шорта. В общем, лайкните за мой труд, пожалуйста. Это тоже труд. И я буду вообще вам благодарна, если вы будете добреньки. И на моих видео тоже будете писать какой-нибудь комментарий. Не надо писать, просто какой-нибудь смайлик или какую-нибудь звездочку поставьте. Я буду вообще, не знаю, в каком восторге и в счастье. Ладно, прощаюсь с вами ненадолго. Скоро увидимся. Пока-пока. Всех вас люблю.